Члены клуба «Активное долголетие» посетили музей посёлка Малаховка. Визит в учреждение культуры – часть экскурсионной поездки по знаковым местам Подмосковья. Своими впечатлениями участники проекта поделились с нашей съёмочной группой. Литератор, писатель, создатель литературных сред. Знакомство с музеем истории и культуры Малаховки началось с экспозиции интерьера писательской комнаты Николая Телешова. Известный общественный деятель проживал в посёлке в конце 19-го – начале 20-го века. Предметы, которые принадлежали литератору, бережно хранят в стенах музея. Часть экспонатов связана с именем его супруги Елены Телешовой. Очень образованная женщина, художница. Её работы хранятся в Третьяковской галерее. Вот видите, несколько работ у нас на стене. Это копии её работ. Более 10 тысяч экспонатов отражают историю посёлка с момента его основания до сегодняшних дней. Каждый уголок посвящён определённому периоду и знаковым событиям в Малаховке, среди которых открытие Рязанской железной дороги и начало работы летнего театра. Малаховка – это не просто дачная театральная мека. Малаховка – это что-то, ну, очень такое необычное явление. Необычное явление вообще культурной жизни, будем так говорить, и 20-го века, но особенно его первой половины. Музейные предметы и тематические композиции полностью погружают в атмосферу той самой дачной Малаховки. Из этого помещения невозможно уйти, не открыв для себя что-то новое. Благодаря проекту «Активное долголетие» о знаменитом посёлке узнали больше и представителей старшего поколения. Я здесь впервые. Для меня это открытие. Мы на озере Малаховском много раз, ночкой была. Экскурсовод вообще замечательный. Она хочет нам, по-моему, так много вложить, рассказать. Просто вот спасибо, что нас сюда привезли. Экскурсоводы показывают историю посёлка не только в стенах музея, но и за его пределами. Малаховка – кладезь экспонатов под открытым небом. Здесь сохранились в первозданном виде десятки домов и зданий, построенных в начале прошлого века. И они во все времена притягивают внимание туристов.